Столица Заполярья меняется на глазах. Появляются новые парки, скверы, памятники. Меняются и привычные правила для водителей и пешеходов. Недавно на проспекте Ленина упразднили две остановки, а сегодня на большом участке дороги ограничили скорость. Что изменилось на главной улице Мурманска? В материале Евгения Кондращенко. Участок от Егорова до Володарского всегда был одним из самых опасных в плане дорожного движения. Большое количество перекрестков, плотный трафик в час пик, на остановках и переходах многочисленные пешеходы. Чтобы хотя бы как-то оптимизировать работу общественного транспорта, властями было принято решение о перемене мест остановочных комплексов. Казалось бы, для всеобщего удобства и комфорта. В недавнем прошлом остановка на улице Профсоюзов и Пятиуглах соединили в одну. Мнения мурманчан об этом переносе, мягко говоря, разделились. Здесь непривычно, приходится бежать оттуда. Там-то перешел сразу остановка, а тут надо... Получается, там то же самое. При этом с остановкой, с переходом остановка. А тут в середине, получается, ни то, ни сё. То есть, чтобы перейти в просветление, надо или туда идти, или сюда идти. Неудобно. Там была лучшая в юности остановка. Больше подходила. А здесь неудобно. Приходится оттуда, сюда идти. Вообще хорошо отношусь, но очень далеко идти, например, от стадиона. Здесь бы где-то светофор, если сделать, чтобы людям удобнее было переходить. А так нормально. Даже очень хорошо. Правильно. Всё время что-то меняется, поэтому надо привыкать к этому. Ну, удобно? Удобно. Ну, мне кажется, правильно. Всё-таки та остановка была очень опасная. Потому что очень много аварий случалось на ней. Этот поворот очень неудобный. Много аварий на них случается. Люди носятся, как оглашенные водители. А здесь всё-таки, мне кажется, удобно будет. Та остановка более привычна, да? И когда приходишь туда, впервые теряешься. А так, я думаю, что оно более разумно. Рядом находится большой отель, деловой центр. И для жителей это будет удобнее. Особенно для делового мира и работающих людей. Не успели пешеходы привыкнуть к новой остановке, как реформы подкрались и к автолюбителям. Теперь лихачи не смогут с ветерком прокатиться по проспекту Ленина. Введён новый скоростной режим. Решение об ограничении скорости движения до 40 км в час было принято на заседание рабочей городской группы по безопасности дорожного движения. Ограничение скорости будет установлено по проспекту Ленина от Карла Маркса до Егорова в обоих направлениях. Ограничения вступят в силу с сегодняшнего дня. Для повышения безопасности на этом участке уже установлено 10 новых знаков. Но у автолюбителей и пассажиров общественного транспорта закономерно возникают сомнения. Ограничение скорости наверняка спровоцирует возникновение новых пробок в центре города. Как с ними бороться – большой вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok